Добрый вечер! В Ульяновске сегодня стартовал 11-й бизнес-форум деловой климат России. Насколько комфортно сегодня открывать свое дело и зачем изучать основы предпринимательской деятельности школьникам? Обсудим тему дня вместе с член-корреспондентом Российской Академии Образования и президентом Московского финансово-промышленного университета «Синергия» Юрием Борисовичем Рубиным. Юрий Борисович, здравствуйте! Здравствуйте! В этом году университет активно занимался популяризацией предпринимательства. Проект федеральный, какие можно подвести результаты и по каким направлениям шла работа? Да, спасибо за вопрос. Я хотел бы начать с того, что впервые тематика популяризации предпринимательства, она стала предметом национального проекта. На самом деле это чрезвычайно важная тема для нашей страны, поскольку у нас предпринимательство, в общем, за многие десятилетия, предпринимательство, оно было достаточно непопулярным делом. И, к сожалению, вот и молодежь, и, скажем, сегодняшние школьники порой, они имеют, вообще говоря, не очень определенное представление о том, что это такое. Что это за вид профессиональной деятельности, которая называется предпринимательство. Поэтому, да и взрослые люди тоже нередко имеют искаженное представление о том, что это такое. Ну, не секрет, что до начала 90-х годов вообще предпринимательство у нас было запрещено в стране. Вот, сегодня оно легализовано. И сегодня интерес государства стоит в том, чтобы как можно больше людей входили в предпринимательство, становились предпринимателями. То есть, владельцами своего бизнеса. Во-вторых, это люди, которые создают рабочие места. И на эти рабочие места приходят трудиться другие граждане нашей страны. И тем самым, именно предприниматели, они являются ключевыми действующими лицами в решении проблемы безработицы и занятости населения. Надо сказать, что государство уделяет этому немалое внимание. Но, может быть, хотелось бы, чтобы больше внимания государство уделяло в таких сферах, как предпринимательское образование, обучение предпринимательству. Люди должны вообще понимать, что это такое. Понимать, начиная с АЗОВ и завершая глубокая проработка таких вопросов. Как, например, войти в бизнес грамотно, качественно, целенаправленно и профессионально. Как, войдя в бизнес, его не потерять быстро. Как, войдя в бизнес, найти ту нишу, которая была бы своей. Поэтому. Наша трактовка вопроса популяризации предпринимательства, она примерно такова. Надо, чтобы это явление, эта деятельность стала понятной максимально большому числу граждан Российской Федерации, которая относится к разным социальным целевым группам. Это и молодежь, это и люди средних лет, это и люди, которые, как говорят, переживают серебряный возраст. Это люди, которые, скажем, в силу разных причин временно не могут работать по найму. Надо, во-первых, чтобы эта деятельность перестала пугать людей. Во-вторых, чтобы люди и молодые, и, скажем, более зрелого возраста могли ощущать себя способными, готовыми к участию, активному участию, профессиональному участию в предпринимательстве. В-третьих, чтобы они не боялись сделать бизнес своими руками. Вторая важная составная часть проекта популяризации – это образование, обучение. Потому что мы исходим из того, что вовлечь молодежь в предпринимательство можно только исключительно посредством обучения. Очень важно также обратить внимание на школьников, на воспитанников детских домов, коих много, к сожалению, в нашей стране. Это огромный потенциал роста. И в этой связи я хотел бы сказать о том, что мне очень хорошо известен опыт Ульяновской области в части обучения предпринимательству школьников. Здесь, вообще говоря, развернута беспрецедентная программа всеобщего предпринимательского образования школьников. Это нечто, не имеющее аналогов в мире. Действительно, в Ульяновске уже пять лет действует Лига школьного предпринимательства. Это проект, который рассчитан на школьников, учеников средней и старшей школы. Очень приятно, что вы знакомы с этим проектом. Как считаете, такой проект играет роль в изменении делового климата в регионе? Да, я бы сказал, знаете, вот обучение школьников, наверное, это самое главное, что может кардинальным образом улучшить деловой климат в регионе. Потому что школьники – это наше будущее. Это ребята, которые сегодня, да, они сегодня дети, да, они сегодня учатся. Но давайте не будем забывать, что, во-первых, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, любой школьник в возрасте 14 лет вправе открыть собственный бизнес. Но как оно его откроет, если его не научат? Это делать законным образом, цивилизованным образом и на профессиональном уровне. Его надо этому научить. Во-вторых, школьники, сегодня им 14, 15, 16, 17 лет, но завтра это будет наша молодежь. Люди будут поступать, либо будут поступать на учебу в высшие и среднепрофессиональные учебные заведения, либо они займутся, собственно, бизнесом как бы в полях, как бы начнут работать непосредственно в том или ином секторе экономики, на том или ином секторе рынка. Дееспособность государства, она будет определяться именно тем, каковы будут возможности тех, кто сегодня является школьником. Они будут драйверами экономики через некоторое время. Не случайно на этом форуме особое внимание, по крайней мере, в первый день, приковано именно к молодежному предпринимательству. Речь идет не только о студентах, но и о школьниках. Как считаете, зачем подрастающему поколению нужно изучать основы предпринимательской деятельности, основы бизнеса? Я скажу, что основу бизнеса должен знать любой человек в нашей стране. Основы бизнеса. Поскольку у каждого человека по жизни может быть альтернатива. Понимаете, ну, к сожалению, рыночная экономика, она порой непредсказуемая. Люди теряют работу. Значит, понимание, знание, главное понимание основ предпринимательства позволяет им, во-первых, я уже говорил, не бояться того, что, может быть, им придется этим заняться, даже если они не очень расположены именно к этому направлению профессиональной деятельности. Но, может быть, так получится, что у них не будет других возможностей себя реализовать и зарабатывать деньги на содержание себя и семьи. Это об основах. Но, на мой взгляд, важно обратить внимание еще и на то, что школьники должны изучать не только основы предпринимательства, но и предпринимательства как направление профессиональной деятельности. То есть они должны в значительной степени получать профориентацию предпринимательскую именно в возрасте тинейджеров. Именно молодые люди обладают такими евристическими способностями, таким креативом, который порой не подвластен людям, которым уже за 30. И в голову приходят такие бизнес-идеи, которые, может быть, не осеняют людей уже как бы в более зрелом возрасте. Так тоже, к сожалению, бывает нередко. Очень важно выявить эти предпосылки и людей с такими предпосылками. Мы в университете разработали такую систему тестирования, которую с удовольствием предлагаем Ульяновской области, для того, чтобы именно в школьный период можно было эти способности оттестировать и выявить. И дальше сказать ребятам, ребята, вы знаете, вы обладаете такими-то предпосылками, которые позволят вам рассчитывать на успех в будущей предпринимательской деятельности. Вот в рамках нынешней конференции, нынешнего форума, руководство области намерено подписать соглашение с рядами высших учебных заведений, в частности, с нашим университетом, о комплексном сотрудничестве. И как раз одним из ключевых аспектов этого станет, собственно, такое сплошное массовое тестирование школьников инструментами, которые мы разработали. Это, на самом деле, инструментарий, который чрезвычайно эффективен. Он получил высокую оценку. Ну вот, ведущих ученых-психологов Российской Федерации мы вправе рассчитывать на то, что эта защита интенсифицирует и обогатит процесс реализации проекта, связанного с Лигой школьного предпринимательства и с всеобщим обучающим предпринимательским образованием в школах Ульяновской области. А какие формы работы могут быть интересны школьникам, наиболее эффективны? Какие бы методики мы не применяли по отношению к детям, но ключевой вопрос включается в том, чтобы сформировать мотивацию у школьников к работе предпринимателями. Значит, есть определенные сферы деятельности, которые на сегодняшний день, как показывает социология, они наиболее интересны для школьников. Ну, например, есть такое направление, называется «бизнес без затрат» или «бизнес без вложений». Это могут быть очень разные сферы деятельности. Прежде всего, допустим, бизнес в сети интернет, к примеру. Там очень много направлений, интересных направлений. Скажем, школьники, поскольку нынешнее поколение – это ребята, которые выросли, собственно, в цифровой среде и в среде интернет, то, скажем, есть такое замечательное направление, как цифровое предпринимательство, которое, на наш взгляд, оно очень подходит для школьников. Я знаю такой кейс, когда школьник, ну, он стал потом знаменитым, как бы, кейс возник несколько лет назад, когда он, будучи школьником в 15-летнем возрасте, начал создавать так называемые молодежные хостелы. И для начала он сдал, перевозил хостел в квартиру своей бабушки. Вот так, бизнес без затрат вообще. Ну, что в этом плохого? Да, сейчас такой бизнес невозможен, потому что вышел закон, по которому нельзя сдавать, превращать квартиры в хостелы. Но это было возможно некоторое время тому назад. Я думаю, ребята молодые, изобретательные, они что-нибудь придумают. Но образовательные проекты в любом случае опираются на историю успеха уже действующих бизнесменов, действующих предпринимателей. Как вы считаете, насколько им интересно участие вот в таких проектах? Готовы ли они принимать активное участие вот в такой работе? Правильно. Правильно. Одной теорией, значит, сыт не будешь, и на одной теории предпринимателя не вырастешь. Нужны кейсы. Есть исторические кейсы, которые как-то более-менее мы освоили. Но просто лица этих исторических кейсов, там, значит, Демидовы, Строгановы, они давно, к сожалению, канули в лету. Или там Морозовы. Да, я имею в виду Савва Морозова. Вот, и Арсения Морозова. А вот что касается действующих предпринимателей. Вы меня спросили, зачем это нужно самим предпринимателям. Смотрите, всем это не нужно. И, наверное, я не обману, если скажу, что порядка 10-15% всего действующих предпринимателей готовы делиться опытом. Есть два основных таких трека, да, в рамках которых действующие предприниматели могут быть полезны. Первое, это, собственно, проведение таких учебных занятий, мастер-классов. Но есть еще и второе направление, очень интересное, которое называется менторство. Менторы, это предприниматели, это живые действующие предприниматели, которые сопровождают начинающих предпринимателей в момент, когда те делают первые шаги. Это менторство может быть и бескорыстным, ну, и как бы основанным на интересе. Почему они это делают? Потому что им это интересно, они хотят поделиться опытом, у них есть потребность в том, чтобы это делать. Раз. И второе, они это делают, потому что у них есть коммерческий интерес в том, чтобы вырастить коллегу, который, может быть, станет его партнером по бизнесу, а может быть, он ему потом этот бизнес свой как бы передаст, продаст, уступит или как-то иначе. Юрий Борисович, я благодарю вас за интересную беседу и желаю плодотворной работы на форуме. А вам, зрители, я напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был президент Московского университета Синергия Юрий Борисович Рубин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова